Привет, ребята, добрый день. Сегодня едем в Гаспро, в Ласточкино-Гнездо. Такой вот небольшой поселок. Посмотрим символ Крыма. Сблизи. А то получилось как на прошлом году я там был, но только видел издалека. Поселок Гаспро. Приближаемся к Ласточкиному гнезду. Гостиница, вилла, короче, что хочешь, на любой вкус можно подъехать, спросить, по чем цены. Тоже так неплохо, да, сделано все так, с сосанками, аккуратненько. Сейчас проведем маленький видеообзорчик. В прошлый раз так и не получилось туда зайти. Может быть даже посетим музей. Не знаю, что там интересного будет. По-моему, там ни хрена интересного. Раньше ресторан был. Гораздо было бы интереснее в ресторане посидеть. С видами там прекрасными открываются. Я думаю, количество. Может быть они и запретили этот ресторан, потому что была явная угроза обрушения какая-то, я слышал. Там из-за того, что было какое-то типа землетрясение небольшого. То есть что-то стало сползать. И в общем-то они побоялись. А то так пусть сидеть с тарелкой ворща и вниз. Сразу, да? Пусть пока лететь до воды, до ночевки лучше. Экскурсионные автобусы. Одна из смотровых площадочек, таких вот небольших. На обратном пути заехать, щелкнуться. Вот мы уже приближаемся к цели. Еще где-то два километра нам осталось до Ласточкиного гнезда. Виды, конечно, здесь супер открываются тоже. Вот там Ласточкиное гнездо мы уже видим даже отсюда. Издалека там, там где-то внизу. Надо еще будет подъехать поближе. Лавка тут, короче, всякие сувениры. Ниже еще ехать? Не-не, я напомню туда, нет? Или туда? А, туда-туда-туда. Все правильно. Точно? Да. Не, подожди, сто. В церковь. Просто откуда идти? А, вот да, да, смотровая площадка. Вот отсюда идти. Вот отсюда идти надо. Вот отсюда у нас мы тогда автобусы остановили. Сейчас мы машину здесь бросим. Нет, в тренечке. Блядь, опять, наверное, где-нибудь еще парковщики появятся. Может туда куда-нибудь и не очень. Где-то Ласточкиное гнездо виднеется отсюда. Ну еще очень далеко. Построен дворец был 1912 года. Вот. На мысе Айтадор. Вот. Произошла реставрация 1970-х годов. В общем-то, был ресторан когда-то. Сейчас не знаю, что там проходит. Мы сейчас посмотрим. Не знаем. Клуб здесь проходим. Отель с видом прямо на Ласточкиное гнездо. Тоже нехило, наверное. И номера, наверное, будут тоже из дешевых. Прикольно. Представить, топать. 1200 ступенек нам преодолеть до Ласточкиного гнезда. Это будет многовато, однако. Ну. История с приключениями. Я думаю. Разные селениры. Копейни проходим. Начинаются ступеньки. Слушай, далековато идти, наверное, да, Андрюх? Вот. Видишь, до причала. 700 метров. А что насчет причала, да? Ну да, там еще топать-топать. Вся таких живых тропических бабочек тут можно посмотреть. Вот, лесенка вниз идет. Вот. Пока идешь, то всякие вот такие вот орлы, короче, предлагают сфотографироваться. Нормальные такие. Ну, пока поднимаешься, вернее, спускаешься или поднимаешься, можно еще и присесть, отдохнуть. Все-таки есть такой. Ну да, так. Привальчик небольшой строить. Тут на самом деле тяжко подниматься. Воду кащить. Как Ласточкин не вздох, девчонки? Класс. А тяжело подниматься назад? Нет. Вы спортсменки. В 90-х исполняет. О, здесь тоже площадка типа смотровая такая. Слушай, вот так нормально даже видите. Сайтадор, где расположился этот прекрасный замок. Ну, приблизим чуть поближе. А, папа! Скупаться. Андрюх, чистые воды у Ласточкину гнезда. Спробуем. Вот такой там теплоходик виднеется, тоже экскурсионные маршруты. Можно добраться сюда как на теплоходе, в принципе, на автомобиле, либо как угодно. Пешком. Пешком. Пешком даже. Будет поинтереснее. Бля, народу это хрена и больше. С начала своего существования в Ласточкино гнездо здесь раньше находилась небольшая деревянная постройка. Лишь в 1912 году Ласточкино гнездо приняло нынешний вид. Любитель проводить отдых в Крыму барон Штейнгель, занимавшийся нефтяной промышленностью в те годы, решил возвести на это месте небольшой готический замок для романтического отдыха на берегу Черного моря. Проект по созданию замка в Ласточкино гнездо он доверил инженеру и скульптору Леониду Шерводу, отец которого возвел исторический музей на Красной площади в Москве. В результате вышел миниатюрный замок с изумительной средневековым квадратным длина здания около 20 метров, ширина 10, а высота 12 метров. О двух этажах башни размещалось по одной комнатке, на первом этаже прихожая и гостиная. В то время рядом с Ласточкиным гнездом был разбит прекрасный сад, но в результате землетрясения он полностью ушел под воду. В начале Первой мировой войны имение приобрел московский купец, сделав из него ресторан. После его смерти Ласточкино гнездо превратилось в читальный зал. В 1927 году замку пришлось нелегко, он серьезно пострадал последствиями землетрясения, часть опорной склалы обрушилась в море, часть всей ее площадь прошла глубокая трещина. В скором времени сооружение закрылось из-за аварийного состояния. Лишь спустя несколько десятков лет замок Ласточкино гнездо решили реконструировать Симний Ялтинского спецстроя в 1967 году. Во время проведения работ замок был разломан до мельчайших деталей, каждый камень был подписан и отложен. В основании сооружения была вылита огромная железобетонная плита, после чего вернули обратно на свое место все камни замка Ласточкино гнезда, дополнительно укрепив здание антисинистическими поясами. В результате Ласточкино гнездо вышло более надежно с повышенной сейсмоустойчивостью. Ну вот мы и поднялись сюда наехали. Народу здесь немерено просто сегодня. Надо приезжать ближе к вечеру, когда никого нет. наехали. Видишь, какие красивые девочки с конфетами ходят. Как вам Ласточкино гнездо? Отлично. Много народа? Так всегда бывает? Всегда. Еще больше бывает. Еще больше бывает? Ну как в этой, сейчас 5 метро московском, наверное, Были в Москве? Была в Москве. Ну вот. Видите, как бывает. Так много что заносит сюда на руках и выносит. Даже так? Да, да. Там от жары прям падают уже. Все, они выносим и идти дальше. Да. Прямо отсюда прыгнуть нельзя туда? В воду. Не было таких случаев экстремальных. Вот такое везут на скорой. Ну конечно. Там разбиться реально. Ну все, баба. Спасибо большое, девушка. Удачи вам, хорошего дня. Спасибо. Вот он и замок Санкт-Петербург. Вот такой вот. Он построен в 1912 году по проекту. Курского инженера, архитектора, офицера уже. В 1970 году реконструкция. Такой, собственно говоря, сказочный дворец. Попробуем. Может быть сейчас зайдем вовнутрь. Что там у нас? Там отдельная экскурсия. 200 рублей, по-моему, стоит. Со взрослого. 100 рублей. Для детей стоит. Много приезжает отдыхающих. Порой здесь, наверное, люди развернулись. Слушай, думаю. Попробуем. 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 здесь обрыв такой серьезный там обрыв так вот аккуратно здесь ходить впечатляет красиво а уже несколько раз дикой а что запомнилось согласен ну а а вот я становились это про то и ялтинка в этом году надежный красиво за сколько номер Не, не номер, у меня есть номер, а комнатный. А комнатный? Сколько стоит? 1300. Ой, это дешево. На море сколько? Минут 10? Да, мы прямо спускаем, что рядом еще выгодим пуд. Ну, вот этот вот. Ну, чуть повыше, наверное, у нас полиция Сатурная. Вот, прям так, блин, все страшно, как сюда буду наступать. Вот такой нечаянный шаг сделаешь и полетел там. Убийца может хотя бы закончить, какой-то ограждение. Да, ну, это не заставать что-то. Да, в принципе, дороже на карпусе. Нет, здесь вообще красиво. Да, я снимаю, посмотрите, в обзорчик. А сами с какого круга? Да, Ростов. А, Ростов-Тус. Это вам ехать, прям ерунда. С какого? Меньше, да. Ну, вон. В машине? Да, мы приезжаем сюда. А теперь даже туда, в принципе, не помогли добратись. Ну, как бы, с Ялты как раз вдоль берега. Ну, да, да. В принципе, можно было бы. Да, отсюда. По набережной гуляете вечерами? Да, я всего второй день. Да, второй день. Но мы сегодня тоже третий или четвертый. Третий, может, второй, так я считаю, второй. Сколько дней уже здесь находимся? Вы уже вот при Водийский дворец посетились? Да. Я, собственно, пришла в Катебеле, в Судаке. Я сюда приехала. Катебеле мне там понравился, там, Нудийский пляж. Такое необычное явление среди обычных пляжей. Я была на нем еще много лет назад. А в этот раз в этом году что-то не вообще было. Мне не очень понравилось. Как будто такой скучно обжарпанный стал. То есть нет того, знаете, что было. Энергии не хватает, да, какой-то. Мы там были днем, поэтому мы там, собственно говоря, вчера не знаем какие там тусовки. Мы туда приехали, приехали, заехали и уехали. Мне интересно стало. Единственное, там понравилась гора Кольцо. Ну, какое-то наехали плавали туда. Проплывали то, что здесь и пару, да, там, в Кольце. С кольцом, вот штор в крапуле. Страшновато, конечно, но... Ну, такой, да, добавляет адреналинчика, да, это тоже. После ощущения. Да, да. Женщины неверно скидывали. Все, что я запомнила, это вот в этой тряске. Как вас зовут? А, Ирина Андреевич, приятно. Ну, вот. Классненько, наш вид отсюда. Надо как-нибудь это, пересечься, пройтись по наберу на вечер. Как вы смотрите? Вы с кем приедете? Да вот с товарищами, с другом. Не, я один. А вы? Ты жадно? Не страшно. Да даже аж страшно смотреть. Что там сверху? Интересно? Да. Опасненько, да, находиться? Камень не сквозкий. Это не метод гражданин. То есть можно встать и делать дом. Мы залазили. Вот видите? То есть его пускали вот на этот балкончик именно, да? Да, платформу. Видите? Ну да, да, да. Смотровую. Два конуса небольших и здесь справа. Вот оттуда есть фотография у нас уже. Ничего себе. Куда пускали? Не, ну это на самом деле сейчас, наверное, там все прогнило, вот эти вот решетки старые. Ну, если... Раньше же это был ресторан. Да, это я слышал. Ходили в ресторан? Нет, я уже его не застала. Ага. Сейчас музейная выставка, говорит, какая-то там. Да, это очень интересно. Вот она мне пять лет назад была, четыре года назад. Вот такое очень интересное. Ну да, это, собственно, я тоже смотрю. 30 рублей она стояла, сейчас уже не знаю сколько. Сейчас 200 просит. 200? 200, да. Прихохлаха на 30 стоила. Ага. Я и то не пошла смотреть. Просто там ничего особенного. Так что да, везде в каждом городе есть свои плюсы и минусы. Потому что не будем никого склонять к Ялте. Но есть на что, здесь обязательно стоит побывать. Вот так вот. Крым красотой не повторим. Во. Из-за этого... А? А что вы нам быстрее? 500 км где-то. Ну, побольше мне, простите. На автобусе или на чем? Я на автобусе. Ага. Интересно. Ну вот, в общем-то и выбираешь. Ну, я еще это не созванивала. А? Впереди 1200 метров подъема. Да. 1200 ступень. Поэтому я еще не знаю. Так же можно добраться до Васочекного гнезда морем. Это, в принципе, проще и удобнее. Самое главное, в принципе, красивые пейзажи. Именно с моря открывается самый шикарный вид на замок. Вот. И самый главный, пожалуй, момент, который стоит учесть. И походы с Ялты идут очень часто. Ходят практически там каждый час зимой и летом. Но есть рейсы и без высадки. Так что можно даже там взять, допустим, стоит так 500 рублей. Можно доехать за 400 рублей без высадки. Сам замок вы просто не посещаете. Смотрите на него с борта корабля. Как-то так. Остановились вот до такого вида. Красивого. Вау. Потрясающе просто. Просто супер. Циркушечка. Стографировать? Да. Это очень много. Да. Классно, вообще здорово. Слушай, смотри, он там ещё какие-то пионеры там. Памятник. Здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и комната, в принципе, ничего такого обычного, необычного нету Все такое, можно сказать, в советском стиле еще Телевизор Иногда можно что-то посмотреть, новости Ну вот тут комната еще одна Комнатушка Окошечко тут тоже сидела Ну а кровать обычная такая Ну вот, собственно Купили, значит, пинкаре Сейчас попробуем, наберем с собой Пойдем наверх Там потрясающий вид открывается Вид на море Ну вот пойдем сейчас Там крутая лестница, правда Надо будет подняться Ой, бля Нежечка сложновато Такая твераночка у нас, значит Вот с таким вот Открытым Открывается такой вот вид Ну а сейчас вечерком пройдемся Еще прогуляемся по По набережной Зайдем в какие-нибудь заведения Сософический вопрос Как вам город Ялта вообще? Нравится, нет? Да, отличный город Отличный город? А что запомнилось больше всего, например? Ну кроме вот Какие-то заведения Прекомендуете нашим зрителям, например? И вам сейчас там Здоровье Какие заведения? Вам какие-то ночные, дневные? Ну вообще просто Матрица там, да? История о чем-то такое в этом духе Ну в небо не ходите Нам не пошли В небо? А что такое за небо? Не для обычных Извините Так, еще есть такое, да? Вы сам далеко приехали? Издалека? Из Соперстана, не сказать А, классно Это вам тысяча коммер где-то примерно Ну и не так далеко Даже чуть побольше, да Ну ничего страшного Мы еще дальше, наверное Ну и Москвой Ну и Москвой Ну ясно А сейчас вы, короче, так прям целеустремленно направились туда Хорошего отрыва Спасибо, спасибо Давайте, девчонки, аккуратнее берегите себя Давайте, пока А вы что такое раздавите? Это клуб ночных, предложение какое-то, да? Тушный сапанас Так, и что там, что там у нас есть? Там стриптиз-шоу какое-нибудь? Нету? А что есть? На третьем этаже Триптиз-шоу Без? Триптиз-шоу на третьем этаже А на четвертом у нас на четвертом двухмаркетах Угу 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 Погромче говорите, плохо слышно Микрофон плохо воспроизводит Отлично Ладно, в джазе только вечеринка В джазе только девушки, да? Сто рублей, это всего лишь сто рублей в ход? Нету Понятно Добрый вечер А скажите, как у вас, у вас, вот, складывается отношение с Ялтой? Отлично Вам нравится? Нравится город? Вот это тоже из Ялты Правда? Вы, оказывается, местная? Да То есть прямо из Аммина Ялты или где-то с Крыма просто? Да, мы с Ялты Да? Ну и как вас зовут, представьтесь, пожалуйста Диана Диана? А у вас? У меня отель Отель? А, очень приятно Да Ясно Ну, в общем-то, вы так вот гуляете по набережной, да, целыми днями? Мы отдыхаем Молодцы А куда вы посоветуете нам, вот, простым туристам пойти? В Матрицу, это история Там, история, это в той стороне, а Матрица, это туда, да? Или на Латвистовом Вердок Куда? В Ласточке А, Ласточкин, в смысле, экскурсии, что ли? Да Не, ну, экскурсии, это понятно, да, мы, кстати, там не были Ну, на Бориске, в Бориске, в Бориске, на Айпетре, я не знаю, куда Да А Айпетры? А, на Айпетры, в смысле, вот здесь подняться, по канатке? Айпетры, я далеко, ну, сейчас, конечно, там Не, ну, понятно, а там Айпетры, кстати, здесь какие канатка работают? Не знаю Не знаете, да? Да Ну, всю жизнь живете, не знаете А, в принципе, вам это не надо, да? Да Вы уже устали, наверное, от этой горки Штамбыли сто раз Да Ясно Ясно Нет, он-то и делал, что я приехал Мы просто по этому проводим, как бы Издалеката Ну, ладно, девчонки Тут меня просто товарищ потерял Все, давайте, удачи Всего хорошего вам Спасибо за... Это канал будет? Да, это канал у нас На Ютубе Ладно, спасибо Сейчас подадим к чувакам, возьмем, что они там раздают Можно? Приглашаем, да? Спасибо Пошли в клубу История Сейчас посмотрим, что здесь и как происходит Это Майн Такое у нас учили на уроке физкультуры в втором классе Отвечаем тексты, отвечаем громы Я буду и спим Субтитры сделал DimaTorzok Просто Как вам обладаете историю? Как вы историю обладаете? Хорошо или не просто? Нет, мы проводим статологический опрос Где лучшее заведение? А? Статологический опрос Где лучшее заведение в Скауте находится? Да, можно сказать, когда кто-то побывал во многих и во всем Не слышу, еще раз Субтитры сделал DimaTorzok Ну так потанцовка Гол-гол И все такое Запретить там снимали Поэтому мы не стали снимать там, в общем-то Чтобы, как говорится, не нарваться На неприятности Но это существенный минус этому заведению Поскольку Не показал вам всю красу Субтитры сделал DimaTorzok